МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у меня вот такой вопрос. Вы человек не новый в парламенте, уже более 10 лет в депутатах. Как мы пройдем этот период, учитывая, что бюджет уже второй раз дефицитный? Бюджет принимается, сейчас приняты основные четыре цифры. То есть это расходы, это доходы, это дефицит, это наш долг. Вот эти основные цифры, они еще, конечно, будут очень серьезно меняться, потому что между первым чтением и вторым чтением будет приниматься на федеральном уровне бюджет, и, соответственно, уже республика увидит, сколько денег получит она. Сейчас мы выходим, вот у нас, например, достаточно серьезный долг, но этот долг он обусловлен тем, что мы 8 миллиардов получаем в федеральную помощь уже в этом году, хотя работа будет вести в следующем году. И все-таки о какой сумме долга идет речь? Порядка 30 миллиардов. То есть это где-то 60 процентов с небольшим от наших доходов. В принципе, это не самый большой долг и не самый такой, что ли, за период, который у нас был. Поэтому по дефициту тоже самое. 6 миллиардов – это не самый большой дефицит. У нас и было по 9 миллиардов дефицит. И эта задача решалась. В чем определенная сложность этого бюджета для правительства, да и для нас, как для депутатов, сложность в том, что мы уже понимаем, что уже порядка только 2 миллиардов – это только на повышение МРОД. Плюс еще сопутствующие различные. Я здесь, конечно, как представитель комитета, все-таки стою на том, что нельзя ничего сокращать, что социалка должна быть во голове в углах. Вы переживаете почему? Потому что уже есть тенденция к тому, чтобы сократить расходы на социальную сферу? Понятно, что тенденция, она вообще каждый год сохраняется. Мы же все-таки с вами живем достаточно сложное время. Мне главное, чтобы вот в этих общих цифрах социальная политика была отражена по максимуму. Я считаю, как депутаты, как житель города Лан-Удэ, что бюджет, он для того и создается, чтобы прежде всего помогать людям. Прежде всего поддерживать образование, прежде всего поддерживать наше здравоохранение и развивать. И, конечно, социальную защиту населения. А на чем хотят сэкономить? Пока сокращений нет. То есть у нас в тех же рамках, что и в прошлом году, и в некоторых позициях даже плюсом мы идем. И пока, я надеюсь, сокращений не будет. А вам куда хочется добавить? Возможно, есть прорехи или дыры, которые уже давно зияют? Вот я и попросил. Для многодетных семей мы еще раз просим, чтобы ни в коем случае не снижать темп. В прошлом году у нас был рекордный для многодетных семей сертификат. Мы выдали 71 сертификат. И сумму мы до трех с половиной увеличили, и было три. И в то же время мы поставили задачу, что общая сумма должна быть больше. Поэтому в этом году 71 семья получили сертификаты. Вот я прошу, чтобы в следующем, в этом, 24-м, невзирая ни на что, получила хотя бы 100 семей. Сумма будет это индексироваться? Цены-то выросли просто очень сильно на квартиры сейчас. Мы комитетом отправили письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос, посчитать, и чтобы эта сумма также начала индексироваться. Понятно, что денег пока не хватает. Например, на тех же всех детей-сирот надо порядка 14 миллиардов рублей. Но принят федеральный закон. Соответственно, пока финансирование федеральное не увеличено, к сожалению, мы очень надеялись, что оно увеличится, тогда будет еще проще решать. Но остается выбор. Можно получить квартиру, можно получить сертификат. Актуальная очередь там где-то 5500, то есть общая очередь где-то 6600. Очень мало что делалось. Дороги, какие-то ремонты практически в последнюю очередь. Вот такой отдаленный микрорайон, и мы вот так жили с года в год, ну, десятки лет практически. И вот я пошел в депутатах, ну, во-первых, 45 лет, во-вторых, я пошел конкретно не для того, чтобы решать какие-то политические моменты, а именно для того, чтобы хотя бы немножко, но помочь тем людям, кто живет рядом со мной. Вообще вот это, ну, такая философия на меня всю жизнь. Вот ты сделай хотя бы рядом с тобой, чтобы одному, двум людям, трем было лучше. И ты уже не зря живешь. Я себе сразу поставил такую задачу. Честно говоря, было сложно, потому что у нас здесь не было вообще ни одной спортивной площадки, ни одной вообще с искусственным покрытием. Я же учитель физкультуры, и вот первые 15 выпусков проработал. Понятно, что ни стадионов тут, ни такого не было, ничего подобного. И вот первый стадион в 2016 году мы построили вот этот. Это был целый праздник на Загорске. Первая появилась спортивная площадка с искусственным покрытием. У меня пять школ, одна школа грани. Сейчас все пять школ, грани 36-ю, все имеют вот такие современные стадионы. Более 29 миллиардов рублей компенсируется с федерального бюджета. То есть это каждый третий рубль в казне Бурятии. Это дотация получается, все эти 29 миллиардов рублей. А что будет, если эти деньги нам просто не дадут? Здесь в основном вот эти все деньги, они уже идут по защищенным статьям. Например, неработающее население. Вот у нас на неработающее население порядка 8 миллиардов денег наших закладывается. Благодаря этому мы получаем субсидию сверх этого и, соответственно, оплачиваем. У нас очень серьезные деньги идут на строительство. То есть вот это уже и театров, и музеев, и очень большие деньги идут у нас на дороги. Фонд опять у нас увеличен. Соответственно, понятно, что это надо все софинансировать. К примеру, в пятом созыве я пришел, когда мы принимали бюджет 42 миллиарда. В этом году 103 миллиарда рублей. Суть в чем, я думаю, что эти 103 также будут увеличиваться. Мы уже ко второму чтению, скорее всего, примем немножко больше, да. А в течение года оно идет увеличение, увеличение. По всем нашим статьям в социальной политике это увеличение тоже произошло. Когда у меня дети старшие родились, мы тоже... Была такая большая коляска с большими колесами. Ну и решили мы купить современную, которая юрткая такая, поворачивается. Вот я вышел со своего дома, там, вступали в 12, прошел буквально до следующего, до Микояна 7. Ну, ехать было невозможно, потому что все было разбито, везде ямы. Асфальта не было, как бы, и мы ее буквально через неделю обратно продали. И я так старших своих детей вырастил на нашем таком советском коробе с большими колесами, потому что только с ними можно было это сделать. А сколько у вас детей? Четверо. Я как аргументировал, почему эту дорогу надо сделать, на нее почти 20 миллионов. Вот, потому что она объединяет все практически социальные учреждения. Там у нас два отделения детского садика, потом идет крупный такой центр торговый, потом у нас идет школа раз, школа два, потом у нас идет снова детский садик, потом идет спортивная школа, потом идет поликлиника, и все на этой улице. А улицы не было. Ни тротуара не было, ни асфальта, ничего не было. То же самое вот лицея, например. Лицея, там вот тротуар полностью за депутатские средства, его никогда не было. И дети шли просто по дороге. Насколько ситуация изменилась в Бурятии, в социальной сфере, вот за время вашей работы в парламенте? Вспомните, как было в первых созывах и как сейчас? Когда мы пришли в пятом созыве, то ситуация была совсем другая. Там у нас одна школа, вот эту вторую школу, которую там кое-как там построили. Сейчас вот 40 школ за следующую пятилетку. И, конечно, это огромный прогресс. То же самое по детским садикам. То есть у нас там один детский сад где-нибудь открывал, был целый праздник, сейчас вот, говорю, 40 детских садов. Вот я ездил по районам в пятом созыве, я видел, как жили районы. Было очень тяжело, когда мы приезжали, да, в больницы, в поликлиники, там, да, к людям приходили, идем по детской поликлинике, бам, штукатурка упала там. И как вот объяснить, денег нет, да, возможностей нет, и было очень сложно, этот пятый созыв. И как произошло на шестом созыве, когда мы уже приезжали, там ФАПы открываются, там амбулатория открывается. Конечно, работы еще очень много, очень много и очень сложно работы, трудно, но это совсем другая ситуация. А ДНТ никто не занимается, вы смотрите, видите, где коттедж на горе понастроены, там у них ни воды, ни дорог. И вот они все это застроили, а теперь они пожили лет 10. И стали требовать к себе внимания. Конечно, дороги, воду, сейчас миллион сто только им на воду я отдаю от школ, да. Но им это разрешение же дал там построиться? Ну, конечно, вот это-то весь вопрос-то в том, что им разрешили, землю продали даже, скорее всего, а дальше уже живите как хотите. А я, как депутат, должен этим заниматься. И, конечно, я обратился и сказал, что надо что-то придумывать, надо какую-то программу. Вот на этом стадионе я вырос. Это здесь все было так, асфальт разбитый, камни, ну, понятно. И вот мы вот это сделали, порядка, что-то там около 15 миллионов на это ушло. Вот там тротуар сделали полностью вдоль школы, сейчас дети идут. Мы с вами когда последний раз встречались, да, вы с жителями пытались добиться того, чтобы на котельной сменили уголь, и чтобы она перестала выдавать такой черный-черный дым. Мы с вами даже обращение описали. Да, да, да. Вот, кстати, вам ответили? Нет, так никто и не ответил. Нет, к сожалению, ответа не пришло, но была реакция. Вообще все в курсе, и Луковников в курсе, зампред по экономике, да, и глава Алексея Самович в курсе, потому что очень часто за зиму много раз я им прямо напрямую, вот, например, Евгению Валентиновичу отправляю фотографии, как только там черный дым начинает идти. Сейчас задача какая? Ремонт заводской котельной, и здесь сюда протянуть трубу от ТЭЦ-2. В плане реконструкции к 30-му году, если мы сюда подключимся к ТЭЦ-2, тогда эти две котельные будут закрыты. Вам, как законодателю, какие удалось инициировать законопроекты, которые потом, возможно, приняли на российском уровне? Законопроект по детям-сиротам. Мы очень много раз обращались на федеральный уровень. Мы вносили предложение, сначала это отклонили, то есть снижение возраста, потом выдача сертификатов, сначала это отклонили. И вот в этом году, в августе месяце, уже президент подписал, уже приняли они этот закон. И сейчас возраст для получения сертификата снизен с 25 до 23 лет. Там сама, то, что квартиру раньше 5 лет и должен был пользоваться, потом только рассматривалось на приоритизацию, снизили до 2 лет. Самое главное, вот, приняли закон о сертификате, то есть на все территории страны. И одна из первых, как раз у нас в стране, республика приняла закон о бесплатном обучении в вузах. Вот сейчас уже принято на федеральном уровне. Если погиб отец или инвалид первой группы, то эти ребята у нас могут поступить в любой вуз страны, соответственно, получить поддержку от республики. Социальная поддержка, она выросла у нас с 5 миллиардов, за 5 лет выросла больше 18 миллиардов. То есть в 3 раза, да, больше, чем в 3 раза выросла. Каждый третий житель сейчас получает ту или иную социальную поддержку. Мы, например, малышке в том же, да, когда я приезжал еще, до своего депутата мы с ребятишками там выступали, помогали, было более 300 детей. И это было тяжелейшее испытание, смотреть в их глаза, когда вот эти детишки тянутся к тебе, да, и как бы. И сейчас мы приезжали, у них было 35 детей. И вот это тоже очень большая работа. Мы приняли закон о поддержке по приемным детям. Там 7 и более они сейчас получают за каждого ребенка, если с индексацией, ну, наверное, уже больше 30 тысяч рублей. То есть такого тоже не было. Это тоже было принято в прошлом созыве. Эти все законы, ну, если в целом говорить, то 36 постановлений и 153 закона, которые наш комитет вносил и разрабатывал. Здесь не было света. Тут, когда я, ну, толбы эти поставил, свет поставил, люди ходили, возмущались, потому что спать им было тяжело, потому что свет появился. Света не было, дорог вот этих, ну, асфальтированных, тротуара не было, не хватило. А школа была с вами отремонтирована до момента начала вашей депутатской деятельности, да? Да, там город помогал, помогал, как бы, получается, родители помогали сами, вот, как федерация, мы ребята скидывались. У меня со всей страны, когда мы строили тот зал, ну, все ребята отправляли деньги, чтобы мы могли что-то построить. И, наконец-то, появилась возможность, вот сейчас вы увидите, тренироваться в нормальных условиях. Мы там купили оборудование, ковры. Мы вот единственные тогда на тот момент были чемпионы мира по спортивному ушу, то есть по мужикам ни разу не было еще в России, что у нас вот такие достижения, там, золотые пояса в Кремлевском дворце, вот сам Кириенко, там, и Трутнев награждали, там, все. И что у нас очень много чемпионов мира, там, Европы, у нас на международных играх, ну, уже, наверное, по 200 наград. Вот, все это, а зала своего нет. А я много раз документы подавал. Ну, и в итоге, как бы, Алексей Самбович, вот, огромное ему спасибо, он поддержал при мне, вот, позвонил, сказал, да, выделить средства. Мы любим спорт, мы все любим, у нас и дочь занимается, и сына занимается, и старшие занимались. У меня старшая дочь закончила с медалью в золотую школу, и с кандидатом в мастера спорта, то есть, ну, тоже они, как бы, все любим физическую культуру, здоровый образ жизни. Каждое утро, каждый день я обливаюсь холодной водой, как бы, тренируюсь, ну, где-то у меня там уходит, но это иногда час, полтора, иногда два часа. Очень важно, да, и в той же самой политике, чтобы политик не терял человечность, то есть, не терял, как бы, внутреннее восприятие мира. Очень важно, чтобы он не забывал про свою душу, про то, что на самом деле задача любого политика, любого депутата, любого, какого-то деятеля, это постараться сделать то, что людям поможет. Я там не какой-то великий политик там или еще кто, но трудиться я умею, как бы, с людьми общаться умею тут, и искренне желаю, чтобы этот мир стал лучше. Ни о чем не жалеете? Возможно, о том, что поддержали какой-то законопроект или инициативу, или наоборот, не поддержали? Когда ты лично, отдельно, да, депутат, вот ты пошел самовыдвиженцем, да, я считаю, это может быть такая честная позиция, тогда ты можешь высказывать все, что ты думаешь и дел. Вот, я первый созыв, например, был самовыдвиженцем, да, хотя я во фракции состоял, но это поэтому где-то в плане в этом, может быть, где-то и проще было, да, можно было. Когда ты идешь уже и, ну, к примеру, я вот в полицовете Единой России, да, то есть все-таки партия это партия, да, партия ставит задачи, есть плюсы, но есть и очень большие минусы, над которыми надо работать. Я сейчас не собираюсь восхвалять все это делать, и вот эти минусы обязательно нужно обсуждать, обязательно надо, и я, ну, стараюсь это делать. Вот у нас знание, сборная России тренируется мастер спорта, тоже с такого возраста выросла маленькая, с 5 лет, сейчас уже 19 лет, ну, и дотренировалась до лидера сборной России. Идеально? Ну, в целом-то, как бы нормально справляется с этими вещами. Хорошо, молодец. Корпус берет. Носочки. И раз. Как будто бьешь, что ли. Слыши, бежи, как удар над грудью, вот. Только верхнюю часть не снились. Вот, два. Я вообще здесь забываю про то, что я депутат, и забываю про то, что я вообще какой-то чиновник. Честно скажу, вообще не стремился, никогда не было никакой цели идти там в политику или еще что-то, но так сложилась жизнь. Я даже не столько ставил задачу, как бы, развить в уши или еще что-то, я ставил задачу, прежде всего, помочь нашему морзоводу. То есть это тому месту, в котором я родился, в котором я вырос, все свои 55 лет живу. Это где мои родители, как бы, жили, похороненные. И, соответственно, живут дети. А как вам удается не падать духом? Вы ведь часто, ну, как председатель комитета, сталкиваетесь с какой-то несправедливостью, с неблагополучием. Вот что вам помогает, спорт или, возможно, вы просто умеете абстрагироваться? Если чиновник абстрагировался, то это уже, как бы, все робот. Нагрузка, это, честно сказать, иногда бывают сбои, то есть, как бы, начинаешь серьезно ставить. Но об этом, наверное, только жена знает. Она почувствует. Вот я, может быть, не так уж и тщеславный. Мне вот такого, что прям начальник или еще, что там на машине едешь, ну, мне вообще это неинтересно. Мне интересно, вот мне здорово и классно, когда я могу что-то сделать. И вот ты это сделал, и тут же забываешь. Делай добро и бросай его в воду. Ты знаешь, от тебя там зависит очень много вопросов, которые ты должен ставить. Ты понимаешь, что ты должен идти на обострение определенных отношений с некоторыми там товарищами, да, потому что если ты не скажешь, то и не услышат, и не узнают про эту проблему. А ты, тебя, народ, уполномочил это делать. Именно за такую позицию вас уважают ваши избиратели. Благодарю вас, Игорь Васильевич, за интересный, хоть и непростой разговор. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был председатель комитета по социальной политике Народного хурала, депутат седьмого созыва Игорь Марковец. Это была программа «Диалогия». Всего доброго. До свидания.